добрый вечер дорогие братья и сестры сегодня мы озвучим такую тему возможно и все богу часто мы говорим что господь сотворил небо и землю и нет ничего для бога невозможного так ли это может быть есть что-то для бога невозможно оказывается есть господь не может нас спасти без нашего личного желания когда мы сами того не хотим но чтобы он нас спас мы должны определиться кому мы служим богу или мамоне как он сказал двум господам не служат одного любишь другого ненавидишь но залог этого служения добрая воля которую господь не ущемляет и быть по любви любовь конечно может быть и лицемерной по выгоде но искренне любовь она от сердца на этот случай можно вспомнить пример о кошке птенцах и матери когда женщина видит к кошка хочет погубить птенцов птицы и говорит как жалко их ведь они еще маленькие и прибыли прилетает мать и начинает биться за своих детей и на последнем издыхание отбивает своих детей и и кошка уходит прочь но вот мать этих детишек птенцов погибает это идеальная любовь когда она билась до конца за свои детей в чем же разница женщины было жалко а мать их любила господь не лишает как мы уже с вами сказали человека свобода выбора и он любит до конца каждого человека принеся себя в жертву на вольные страдания можно ли победить грех можно господь претерпел чтобы спасти каждого человека он очистил своими крестными страданиями как мы с вами и читали сегодня в иванское чтение и при выносе плащаницы что он даже на кресте что прости их ибо не ведут что творят то есть он даже уже вися на кресте испытывая человече как еще человек потому что у Бога две природы божественные и человеческие две воли божественные и человеческие и как человек он мог бы сказать негодяи что вы сделали но он все равно прощает и молится о них то есть его божественная любовь все объемлет и даже если ты разбойник только сделай один шаг в его сторону и он тебя простит как благоразумного разбойника который сказал ему помяни меня то есть признал свои ошибки то есть покаялся и Господь первого его с собой взял в рай не праведника не какого-то святого человека а разбойника потому что разбойник понял разбойник сделал шаг в сторону Бога и Господь спасает его залог нашего спасения также труд труд в осознании своей греховности и борьбы с корнем самое главное еще раз вас поздравляю со страстной пятницей с кормой в нем когда мы конечно порой распинаем Христа своими грехами но мы также и каемся в своих грехах не лицемерно потому что если лицемерно то это очередной грех злом нельзя победить зло а покаянием добродетелю возможно приблиться к Богу Царству Небесному еще кое-что добавлю вот тоже относительно любви часто мне приходится наблюдать как себя люди ведут на похоронах на отпеваниях часто видишь конечно как люди плачут о том что что-то уже не смогут сделать вместе с своим человеком каких-то добродетелей вместе помолиться но часто наблюдаешь такую интересную любовь совершенно интересную в каком плане даже в слух об этом плача говорят вот и не достроил дом а кто же его теперь достроит мне что ли достраивать вот для чего-то ну что-то сделал или не сделал то есть такой потребительский момент не плачь о грехах может которых человек не покаялся плачь о том что ему что-то или не доделали можно ли задать вопрос зачем этот цирк ну как ответить на этот вопрос если вы хотите цирк можно сходить цирк если вы хотите что-то пользу полезное спросить для своей души спрашивайте я с радостью отвечу каждый ищет для себя муха всегда ищет и находит то что она находит а пчела всегда находит цветок и садится на благоухание поэтому если кому-то это интересно не интересно он не смотрит не задает вопрос духовно не развивается не ищет Бога а нормальный человек он ищет всякие пути Господня чтобы прийти к нему храни вас Господь с наступающей Пасхой Христовой ангеловом Хранителя с вами его священник Отстатин Мальцев Божьей помощи